Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Уж не кюфяк ли ты? Эдакий сеанс у психолога с попыткой разобраться, что ж такое эта современная цивилизация, полная запретов, законов, рамок и ограничений. И если в ней нельзя даже чихнуть без того, чтобы не извиниться или не быть наказанным, так может она и вовсе не нужна? Из-за того, что полфильма состоит из совершенно неприличных в обществе звуков и действий, зритель легко может брезгливо оттопырить губу. Однако давайте вспомним, в качестве вполне научных медицинских процедур совсем недавно прописывались такие спорные вещи, как регрессивный гипноз, лечение электричеством и инсулиновый шок. В данной ленте режиссеры тоже используют шокирующий способ достучаться до зрителя. Из-за аморальности, конечно, фильм не окупится. Несмотря на победу на фестивале Sundance, на котором лучшими режиссерами американского драматического фильма, как раз за этот фильм, были признаны Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт. Радует, когда актеры, не стесняясь выглядеть абсурдно и глупо, качественно выполняют свою работу и получают от этого удовольствие. Это очень необычное кино, поэтому в него удалось заманить Рэдклифа и Дану. Ну и, конечно, Дэниел был счастлив, так круто изменить свое амплуа и действительно успешно отмыться-таки от роли мальчика, который выжил. Такой вот сумасшедший фильм. Попав на него и не уйдя в первые 15 минут, вы будете смеяться, грустить, брезгливо морщиться и, возможно, много думать. То, что хотели сказать нам режиссеры, не тушуйтесь, делайте первый шаг, мы все равны, жизнь прекрасна, смерть только часть жизни, нам и так известно. Но напомнить лишний раз о важности этого никогда не помешает. Немного подкачал излишне запутанный конец, но все-таки «Человек-швейцарский нож», несмотря на сильный перекос в сторону физиологии, показался мне небанальным и непроходным фильмом, который может заинтересовать разного зрителя. Человек-швейцарский нож. Теперь ко второму фильму. Разрушение. Топ-менеджер Дэвис Митчелл переживает смерть жены в ДТП. Жизнь и работа в финансовой компании тести обессмысливается. В качестве исполнения последней воли жены вдовец пробует починить протекающий холодильник, но кривые руки подводят. Ремонт заканчивается фиаско для кухонного агрегата. Но парень отхватывает странный кайф от самого процесса. И теперь он пытается раздербанить все, до чего доберется. От кабинки туалета на работе до собственного белоснежного особняка. Параллельно он графоманит душевные письма в вендинговую компанию. Зачем, почему, понять невозможно. Но более всего эти письма похожи на записки из сумасшедшего дома. Эта графоманская чушь цепляет работницу компании Карен Морена, женщину с не слишком крепкой психикой, мать-одиночку, трудного подростка Джуда Льюис. Режиссер у фильма именитый, Жан-Марк Валле. Майстер, благодаря которому мы увидели Далласский клуб покупателей. А Метти Маккон и Хиджарет Лето получили за это кино Оскары. У разрушения тоже был подобный заряд. И актер был выбран метко. Лицо Джейка Джилленхола для драмы прекрасно подходит. А история действительно цепляет. Но все это только поначалу. Самокопание героя, перемежающиеся приступами разрушения окружающей среды, очень быстро становится похожим на обыкновенные случаи шизофрении. В его душевных терзаниях не видно никакого стержня. Парень просто превращается в вялого слезняка со странным хобби. И шо самое главное, нам не дают понять концовку, к чему пришел чудак и как ему все это помогло. В общем, перед нами потенциально сильное кино с хорошими актерами, но никакой развязкой и фальшивой драмой. Единственно запомнившимся героем стал паренек Джуды Льюис. В фильме как две капли, похожие на Эдварда Ферланга из второго Терминатора. Короче, это не до кино смотреть не нужно. Ничего нового нам не скажут. На этом все, и до встречи!